Самым юным участникам первенства Одинцова по фигурному катанию всего 6 лет, половину из которых они провели на льду. Сначала они учились скользить, потом делать элементарные фонарики и крестики, а теперь уже могут удивить зрителей такими элементами, как луц и ритбергер. Такие спортивные успехи даются нелегко, признаются фигуристки. Нужно делать разворота, все такое, успеть на одну ногу. Ритбергер вначале был для меня сложный. Почему? Ну, потому что там нужно повернуться. Система судейства юных фигуристок такая же, как у взрослых. Требования к программам разные. Для многих первенство города Одинцова – это боевое крещение, первые в жизни соревнования. Здесь вы увидите много дебютантов, для которых эти соревнования – это, скажем так, путевка в новую спортивную жизнь. И, собственно говоря, эти соревнования теме интересны, что очень многие дети впервые становятся по-настоящему спортсменами, потому что спортсмен без соревнований – это не спортсмен. В первенстве по фигурному катанию приняли участие примерно 80% учеников Одинцовской школы. Выступление фигуристов – результат совместной работы самого спортсмена, тренера и родителей. Я просто знаю, сколько труда детей вложено в это, я знаю, сколько родительского труда в это вложено. Девчонки молодцы, очень стараются. В целом мне очень нравится, если баллы выше 10, это значит, что все достойно подготовлены. Ежедневные тренировки, которые требуют много сил и терпения, преодоление страхов, борьба с самим собой, чтобы однажды выйти на лед и получить высокие оценки судей и зрительские овации. Трудности не пугают воспитанников Одинцовской школы. Они, несмотря ни на что, готовы идти к поставленной цели. Субтитры создавал DimaTorzok